Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о том, какую опасность таят в себе бизнес-тренинги Аяза Шебуддинова. Перед началом видео напоминаю возможности заказать платный разбор интересующего вас клипа, фильма или другого контента. Все подробности в закрепленном комментарии под этим роликом. Аяза Шебуддинова можно назвать самым известным бизнес-тренером в России. Он является основателем технологической образовательной компании для предпринимателей LikeCenter и сети кампусов Names. В данный момент молодой миллиардер обучает людей ведению бизнеса и секретам успеха. Казалось бы, Аяз работает на благо общества, помогая своим клиентам вылезти из нищеты и воплотить свои мечты в жизнь. Вот только организация Шебуддинова напоминает настоящую секту, в которой используются технологии скрытого воздействия на подсознание. Кроме того, деятельность бизнес-тренера сломала немало человеческих судеб. Имя Аяза Шебуддинова стало известно в 2016 году. Именно тогда молодой бизнесмен открыл LikeCenter и начал преподавать всем желающим искусство ведения бизнеса. Суть образовательного проекта Аяза состояла в платных тренингах и курсах, на которых он учил слушателей зарабатывать миллионы. Шебуддинов не жалел денег на рекламу, а потому ее в большом количестве можно было увидеть в соцсетях, на ютубе и других площадках. С помощью якобы бесплатных тренингов коуч заманивал клиентов, а затем продавал им свои услуги по завышенным ценам. Первое, что делает Аяз при знакомстве с потенциальными учениками, это рассказывает свою историю успеха. Шебуддинов позиционирует себя простым парнем, который добился всего сам и с нуля стал миллиардером. По факту же это не совсем так. Несмотря на то, что парень вырос в небольшом поселке Пермского края, родители его были достаточно обеспеченными. Отец Аяза с 2000 года владеет бизнесом, и именно в его компании нынешний бизнес-тренер начинал свою карьеру. Таким образом, стартовый капитал у Шебуддинова, в отличие от большинства его учеников, все-таки имелся. Кроме того, скорее всего, в определенный момент бизнесмен заключил сделку с темными силами. Сейчас Шебуддинов постоянно демонстрирует известную символику. Использует он ее как во время выступлений и семинаров, так и в повседневной жизни, фотографии которой Аяз публикует в соцсетях. Один из бывших учеников Шебуддинова, который затем осознал, куда он попал и сумел оттуда выбраться, говорит о нем следующее. Ну, типа, просто вот он вблизи, он абсолютно такой, знаешь, как нечеловек, как он оптиметянин просто. Идеология, которую Шебуддинов продвигает в массы, полностью строится на превознесении материальных ценностей. Главная задача человека, по мнению Аяза, обогащение и удовлетворение своих эгоистичных потребностей. Бизнес-тренер без стеснения заявляет о том, что с рождения прививает своим детям важность культа денег. Шебуддинов считает, что бизнес не обязательно должен приносить пользу обществу и способствовать творческой реализации своего владельца. Главное, чтобы он обеспечивал стабильную прибыль. Первый закон – это сначала деньги. Важно. И вот задумайтесь, то, что деньги – это же максимальное добро. Таким образом, курс Аяза заточен на то, чтобы загнать человека в матрицу материального мира и полностью заставить забыть о духовном развитии. Компания Аяза Шебуддинова Лайк Центр была зарегистрирована 11 ноября 2015 года. Как видим, дата подобрана максимально символично. Число 11 у иллюминатов означает двойственность в использовании силы, что приводит либо к очистительным духовным последствиям, либо к разрушениям Ихасу. Если зайти на официальный сайт Лайк Центра, в его оформлении можно увидеть планету Сатурн, являющуюся символом одноименного культа, связанного с поклонением дьяволу. Кроме того, на представленных на сайте фотографиях люди, якобы добившиеся успеха с помощью Аяза, активно демонстрируют жесты иллюминатов. Программы, предлагаемые ученикам Аязом Шебуддиновым, имеют разную стоимость. Самый дорогой курс, который, как заверяет бизнес-тренер, позволит в ближайшее время заработать миллиард, стоит 2,5 миллиона рублей. Шебуддинов обещает, что эти деньги быстро окупятся и приумножатся, а потому потратить их на обучение человеку должно быть не жалко. Естественно, что заплатить такую сумму может далеко не каждый, особенно с учетом того, что основная целевая аудитория Аяза – люди, находящиеся за чертой бедности и мечтающие выбраться оттуда. Специально для них существуют программы попроще. За них придется отдать около 200 тысяч рублей. Однако, и это очень большие деньги, которых у потенциальных учеников бизнес-тренера в наличии нет. Именно поэтому Шебуддинов предлагает новичкам пройти так называемый концентрат. В нем принять участие можно совершенно бесплатно. Наивно полагать, что такой курс чему-то научит человека и поможет ему стать успешным. Концентрат – это всего лишь рекламная презентация, цель которой сделать так, чтобы клиент купил более дорогой продукт. На протяжении трех дней сознание людей, участвующих в семинаре, искусно обрабатывают. В итоге многие из них берут кредиты, продают свое имущество или вкладывают последние деньги в покупку полного курса. Но и это еще не все. По завершению обучения Шебуддинов предлагает людям выйти на новый этап, а значит, купить следующий курс и влезть в долги еще больше. Воронка выстроена так, чтобы продать каждый раз следующий этап. То есть люди только купили скорость, им говорят, слушайте, что-то не так, а им говорят, да просто им са надо купить. Люди купили им са, чуть-чуть там побарахтались, им говорят, да просто надо на мастер-майн зайти. Для того, чтобы понять, что представляют из себя тренинги Аяза Шебуддинова, рассмотрим концентрат подробнее. Изначально перед зрителями появляется ведущая, которая в красках рассказывает, как она в короткие сроки с нуля стала успешной бизнесвумен. Девушка тут же упоминает, что для этого ей пришлось последовательно пройти все платные курсы, предлагаемые Аязом. И в том числе я наглядный пример того, как пройти от концентрата по всем программам лайф-центра и дойти до самой премиальной и получить крутой результат. То же самое затем повторяли и все спикеры концентрата, которые презентовали участникам свой бизнес. Таким образом зрителям дают установку «Хочешь быть успешным? Готовься вложиться в свое обучение у Шебуддинова по полной программе». После подводки перед участниками курса предстал сам Аяз Шебуддинов. Бизнес-тренер поспешил сообщить зрителям о подарках, которые разыгрываются в самом конце концентрата. Несколько раз он повторил, что является миллиардером и основал все с нуля. Меня зовут Аяз, я предприниматель, тысячу лет уже предприниматель, строил разные компании, продавал эти компании, много чего, много у меня всяких регалий, наград и всего остального. Также Аяз сделал акцент на том, что деньги в этом мире решают все, а потому представляют наивысшую ценность. Во время своей речи коуч активно жестикулировал, складывая пальцы в знаки иллюминатов. Далее Шебуддинов представил спикеров курса, которые должны делиться с людьми важной информацией. Выступление каждого из них строилось по определенным схемам, нацеленным на то, чтобы зацепить слушателя и заставить его приобрести полный курс за 200 и более тысяч рублей. Изначально герои рассказывали о своем нелегком прошлом и нищете, из которых они смогли выбраться благодаря Аязу. При этом истории спикеров были максимально ориентированы на целевую аудиторию. Кто-то работал по найму за копейки и не мог найти хорошую работу, кто-то сидел в декрете и мечтал о собственных деньгах. Кто-то был бедным студентом и не мог совмещать работу и учебу. И вот в марте 2020 года я вообще осталась без работы и мой заработок стал равен нулю. И у меня был выбор, что делать? Пойти опять в найм на 50 тысяч рублей, спокойно платить кредит в безопасности, пережить кризис или потратить деньги на обучение, поступить иначе? Слушая, человек находит историю, похожую на свою, а потому начинает верить, что и у него есть шанс изменить свою жизнь. После душесчипательной истории о прошлом, каждый спикер дает некоторые советы в своей области о том, как начать и масштабировать бизнес. По их рассказам все выглядит максимально просто. Однако никто не упоминает о всевозможных нюансах, подводных камнях и других факторах, которые могли бы помешать успеху. Также спикеры утверждают, что работая по предложенной ими схеме, человек будет тратить очень мало времени. И сейчас я вам расскажу простую стратегию, с которой можно выйти на 100 тысяч чистыми за один месяц, потратив всего 45 минут в день. Таким образом потенциальных учеников подводят к тому, что в бизнесе все предельно легко, а значит это получится у каждого. Самая же ужасная вещь заключается в том, что все так называемые успешные бизнесмены, выступающие в качестве спикеров, на самом деле являются лишь продавцами воздуха. К примеру, один из коучей представил себя следующим образом. Максим Самохин. Итак, Максим, у него компания стоит больше одного миллиарда рублей, развивает магазины одежды. Если же в поисковике попробовать найти бизнесмена Максима Самохина, занимающегося продажей одежды, можно увидеть следующую информацию. Как видим, ИП спикера было ликвидировано еще в 2020 году. Что касается самого магазина одежды с якобы 35 личными брендами, он представляет собой страницу ВКонтакте, последняя активность которой была еще в 2022 году. Подобным образом можно разобрать всех остальных спикеров, реальное положение которых абсолютно не соответствует красивой картинке. Еще одной фишкой концентрата являются медитации, которыми Шабуддинов разбавляет свою программу. Бизнес-тренер просит людей закрыть глаза, а затем томным голосом просит представить те или иные вещи. Создайте вокруг себя тишину, закройте глаза и сделай медленный вдох и медленный выдох. Представь, что перед тобой лежит новорожденный ребенок. Все это также является инструментом воздействия на подсознание, что в конечном итоге зомбирует человека и побуждает его потратить деньги на полный курс. В финале концентрата АЯС применяет мощный психологический прием. Он объявляет, что только в течение 14 минут будет действовать скидка 50%, а потому всем желающим нужно купить программу прямо сейчас. Подобная уловка используется не случайно. После трехдневной обработки сознания Шабуддинов не дает людям прийти в себя и осмыслить полученную информацию. В итоге находящиеся под впечатлением зрители срочно покупают его продукт. Бывший ученик Аяза Семен Бойко утверждает, что человек, который попался на крючок и купил курс бизнес-тренера, попадает в некое подобие секты, из которой очень сложно найти выход. Потом его не спасти. Он попадает в эту экосистему и его просто со всех сторон начинает атаковать MLP-шная система. И вообще маленькая вероятность, что он когда-нибудь очухается и выйдет оттуда. Людей постоянно побуждают покупать новые продукты, чтобы повысить свой уровень. В итоге люди либо становятся частью сообщества лайк, вливая в него все свои деньги, либо терпят неудачу и выходят из него с покалеченной психикой. Собственно, это и есть самые губительные последствия, которым приводят тренинги Аяза. Люди, у которых не получилось открыть бизнес по предложенным схемам, а таких большинство начинают винить себя, считать себя неудачниками и впадать в депрессию. Долги, непонимание со стороны близких и другие проблемы ломают судьбы людей, которые без того находились в бедственном положении. Не менее печально складываются и судьбы тех, кто остался в лайк-центре. Эти люди перестают общаться со всеми, кто не является частью сообщества, становятся одержимыми идеями Аяза, невольно делая его все богаче и успешнее. Я поменяла свое окружение, это немаловажно, я познакомилась с крутыми ребятами, это миллионеры, миллиардеры. Задача, когда человек попадает внутрь лайк-центра, сделать так, чтобы он, весь фокус внимания его был сосредоточен на лайк-центре. Я в какой-то момент, когда взял свой телефон в руки, это было там сколько, месяцев пять назад, я взял, я в какой-то момент понял, что в телеграмме все чаты, которые у меня есть, там папки вот так, они все посвящены лайк-центру. Таким образом, структура, созданная Аязом Шебуддиновым, является самой настоящей ловушкой, попав в которую, человек рискует остаться в ней навсегда. С помощью приемов гипноза и манипулирования сознанием, бизнес-тренер выкачивает из людей деньги и превращает их в зависимых рабов. Вместо обещанного успеха и больших доходов, ученики Аяза получают долги и искалеченную психику. Все это говорит о том, что Шебуддинов является настоящим демоном воплоти, цель которого безмерное обогащение на горе других людей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.